спасибо полка настроил резкость всем здравствуйте меня зовут олег и я хочу рассказать цветовых профилях для фотоаппаратов canon eos вот таких как на 550d 600d 650 700 ну и на все те которые можно установить цветовые профили сегодня пойдет речь о цветовых профилях синестайл сайн-стайл еще как называют дробязка силок и canon eos называется я вас ищи силок остальные попробовал профили такие там силок 2 силок в 100 еще несколько vision color они мне почему-то не понравились они не нашел честно говоря применение к ним и их применение не нашел своей деятельности но вот эти три профиля мне понравились и сегодня на тесте вы увидите да сейчас кстати в данный момент идет запись именно на синестайл в общем давайте посмотрим я сделаю три варианта сейчас я поставил цветовой профиль дробязка силок и не стал поправлять экспозицию дробязка силок всегда прибавляет больше света сейчас снег выбили прямо до нельзя и мне бы стоило бы еще в диафрагму поджать по той причине что нд фильтр практически на максимум если поставлю на максимум как я говорил то будут кресты ну они не будут кресты этот китайщина будет винетирование крестов у меня на этом нд фильтре нет есть один с крестами он там применение не нашел браки считает все эти кресты сказать что дробязка силок днем нужен ну не знаю смотрите сами вот такие цвета такая природа такие облака такие домики специально выбрал такой пейзаж чтобы были разные цвета и все беленькие где-то желтенькие небо было выбито или высвечена или наоборот темные уже такие весенние тучи против 2 марта сегодня но ветер все равно теплый ладно сейчас включу последний цветовой профиль еус hd силок цветовой профиль как вы видите он такой темный какой-то мутный такой некрасивый что лет показал в данный момент хотя каждого восприятия здесь вот свое у каждого свои очки и каждому нравится такой цвет а другому такой цвет не будет нравиться я лишь показываю примеры ну в общем давайте перейдем примером дом постановка и насколько я только это смогу это сделать и темное время суток но потом я подытожу и скажу все таки свой выбор вам будет решать а 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 не а Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 самое то потому что он выделяет цвета чем-то отдаленное похоже на футш черный будет черным зеленый будет зеленым таким конкретным желтый будет желтым я снимал клип новогодний и там была окушка желтая я понимал что вот эта окушка желтая нужно снимать именно в этом цветовом профиле потому что не сайт стал не дробяской не тем более вот какие-то те которые установлены заводом изготовителем будут удовлетворять мои глаза потребителям вот и последний цветовой профиль это дробяской селок дробяской селок это просто отличнейший инструмент чтобы снимать в сумерках ночью потому что с помощью него как вы поняли уже легко вытягивается цвета из теней полутеней и он дает больше света у него экспозиция примерно вот вставляешь и экспозиция сразу же мы просто берешь там селок ставишь смотришь на гистограмму одно елс и жди там ну любой любые просто ставишь любые цветовые профили будет одна гистограмма ну там сколько это будет меняться между ними какие-то разные значения будут а когда ставишь дробянской селок у тебя видишь просто гистограмма сразу же уходит в белый и такой опах и поправляешь экспозицию удобно удобно когда тени удобно когда ночь и вот этими ну и как бы подведя итоги скажу все эти три цветовых профиля имеет место быть чтобы не использовать стандартные цветовые профили ну что ж надеюсь выпуск был полезный вы для себя что-то может быть новую узнали если есть какие-то вопросы задавайте ну все у меня обед заканчивается поеду на свою работу и так шаг за шагом можно прийти неплохим результатом даже на такой камере как канад 550d ну что ж ладно все пока пока